Здесь постоянно дети собираются, травмоопасно все, и лазят, и прыгают, и употребляют наркотические вещества. Живут люди летом, которые не имеют своего жилья, постоянно что-то варят, дышать невозможно, милицию вызываем. Для Нины Шереметьевой вопрос благоустройства придомовой территории особенно важен. Квартира угловая расположена как раз по соседству с сомнительной пристройкой. Жилье в доме по улице Космонавтов 18В женщина приобрела 12 лет назад. Была уверена, после 8 лет простоя, недострой все же ликвидируют, но не тут-то было. Тогда люди забили тревогу активнее, были и устные, и письменные обращения в разные инстанции. Я в Роспотребнадзор когда ходила, он сидит, ха-ха-ха-ха, я говорю, что такое он. Первый раз вижу женщину, которая пришла сама на себя жаловаться. Это же бытовой мусор, я говорю, вы хотите сказать, что это я все накидала? Свой вклад в формирование стихийной свалки вносит и местный рынок. Отходы постоянно выливают на пустырь. А между тем по соседству расположены и школы, и детский сад, и игровая площадка. Помочь вернуть детям и жильцам многоэтажек чистый воздух и порядок на этот раз пообещали представители регионального отделения ОНФ. Мы сейчас от Народного фронта напишем запрос на администрацию города Черногорска, напишем рекомендательное письмо в Росприрнадзор и департамент по экологии республиканский, чтобы взяли это дело на контроль. Будем смотреть, как это дело будет двигаться. Я думаю, что мы это дело свалим. Администрация города уже выразила намерение о сотрудничестве, хотя власти не отрицают своего участия и прежде в решении проблемы. Систематически на протяжении многих лет ликвидируют мусор, однако все накапливается вновь. Кардинально решить проблему можно, но прав на это у администрации нет пока. Этот объект на сегодняшний день с юридической точки зрения не имеет узаконенного правообладателя. Однако на сегодняшний день есть лицо, которое претендует на подобный статус. И поэтому на сегодняшний день, допустим, решить вопрос каким-то методом внесудебным, приехать, снести, сломать, чтобы людям здесь дышалось свободней, мы тоже не имеем права. Тем не менее, намечен еще один путь решения этого вопроса по установлению, наконец-то, правового статуса вот этого объекта и этого земельного участка. Удивительно, что во всей этой неразберихе так называемый полувладелец здания тоже не остается безучастным. Объект не ремонтирует, но при этом исправно оплачивает предписанные ему административные штрафы. Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.